Дорогие друзья, мы с вами все там же, пока еще до Италии не добрались, но и в Швейцарии тоже хорошо было, согласитесь. Что происходило во время спринтерских баталий, вспоминаем мы и что происходило. Марит Бьоргин что хотела, то и делала. Выиграла все в одну калитку, в особенности явно это проступало на предварительных стадиях. То есть в квалификации и в четвертьфинале. Очень выразительно она так оглядывалась, показывая всем, что шансов-то нет. Хотя она ничего не хотела такого, но так это было совершенно очевидно. И вот сейчас короткое интервью после этой гонки у Марит Бьоргин. Я чувствую, что я в очень хорошей форме. И самое важное, может быть, это то, что у меня очень хорошие лыжи. Так что здесь нужно иметь хорошие лыжи и хорошие ноги. Спасибо большое сервис-группе. Как-то так все очень легко действительно получалось. Ну а в мужских состязаниях... Федорико Пеллегрино довольно сенсационно опередил Петра Нуртуга. Нуртуга, который, правда, чуть было не вывалился на стадии полуфинала. Заставил своих поклонников понервничать. Мы рады тому, что Белов и Черноусов добрались до финальной стадии. Евгений занял четвертое место, Илья пятое. Ну а чемпион прошлого года Сумбил финишировал третьим. Слишком агрессивен был в середине. Пошел в контратаку достаточно рано. Такое создается ощущение. Я очень доволен сегодня. Еще один фантастический день в моей карьере. Ну и Мартин для меня так или иначе это идол. Это просто абсолют. А то, что я его... Он занял второе место в спринте накануне. И, соответственно, он сейчас на 25 секунд опережает Мартина Юнсруда Сунбил. В 27 секундах находится Халварсон. Далее Евгений Белов. 38 секунд дефицита Аликс Хави. На пятой позиции Белов за счет своего стабильного выступления очень здорово продвинулся. Ну, сейчас вы вспоминаете то, что происходило во время... Во время предыдущего спринта перед переездом. Довольно длинным, надо сказать. Логистика здесь непростая и дорога достаточно выматывающая. Поэтому нужно было взять небольшой тайм-аут. Аликс Хави на пятой позиции находится. На шестом месте Дарио Колония. Здесь недалеко совсем Тречиме де Лаваредо, но это не их нагромождение. Другие доломитовые горы. Ну, а что касается Тречиме, то их визитная карточка – это этап, который соединяет картину и Тоблак-Довьяко. Но сегодня все достаточно просто. Два пятикилометровых круга, прекрасно безукоризненно подготовленных, вымерших с ночи и поэтому очень жестких. С этим абсолютно полный порядок. Но дальше по общему зачету. За Хави и Колония минуту три проигрывает он. Но мы прекрасно понимаем, что в одной только последней горе даже обладатель трех титулов может раздать так, что все только разведут руками. Далее Полторанин – седьмая позиция. Дурхаук – восьмая. Дефабиани – девятая. Низканин – десятая. Далее Ноклер, Рёнинг, Хельнер, Йонсен, Вулик, Жанин на пятнадцатой позиции. Второй из Рессиен – минута тридцать дефицита. Далее Роланг Лара. Италия слегка подотступила. И то, что Пеллегрино, все-таки будучи специалистом не совсем широкого профиля, в своем родном спринте прорвался. Это переместило в двадцатку, но вряд ли он способен будет продвигаться дальше. Черноусов за счет своего вчерашнего выступления компенсировал относительно невысокий результат на пятнашке. И после чего он идет семнадцатым, семнадцатым в минуте и тридцати восьми. Что и доказывает, вот, в принципе, это стартовый протокол, потому что стартовый протокол, естественно, учитывает текущую ситуацию. Ну и, разумеется, лидер пойдет последним. А так, в общем и целом, красная группа посеяна так, как все сложилось в генеральной классификации именно этого многодневного турнира. Но, тем не менее, разбивка существует так же, как и всегда на гонках с раздельным стартом. То есть сначала идут, а, к сожалению, ограниченные пока возможности скитура и фрирайда в окрестностях группы Селла, которая располагается, вот, если взять от старта, то направо, вперед и направо. Соревнование открывает болгарин Цинцев, двадцати восьмилетний гонщик из Самокова, участник двух олимпийских игр, пяти чемпионатов мира, начавший свою международную карьеру довольно-таки рано, ну и добивающийся постепенно довольно интересных результатов. Например, в прологии этого турдески он попал в тридцатку сильнейших, и это отнюдь не слабенько. Следом за ним Анди Кюне, двадцати семилетний представитель восточной немецкой школы подготовки Зобер-Визенталя. Комплексные, очень интересные там сооружения имеются еще с ГДРовских времен. Ну и, естественно, надежды их на таких людей, как Чарнаки и прочих, несколько побольше. У нас оставляет свои автографы рано стартующие Турышев, Епаров и Скобелев. Прибывает здесь довольно хорошей компанией дистанционщиков. Ну и, что касается, допустим, шансов того же самого Епарова, то мы более чем уверены, что эту конкретно взятую гонку он пройдет достойно. Про генеральную классификацию мы в данном случае не особо вспоминаем. Йонас Бауман, представитель сборной Швейцарии, тянущийся за старшим колонией и, в принципе, показывающий, наверное, очень неплохие результаты, скажем, в Давосе в двадцатке, в Оберсдорфе в десятке сильнейших. Все это чрезвычайно прилично. Жан-Мар Гаяр. Гаяр, который вроде бы очень обнадеживающие результаты выдал в начале сезона. В Давосе был в шестерке на пятнашке коньком, а в классике аналогичный тоже в пятнадцать заехал. Но вот Турдески у него не особо пошел. Бог его знает, какие там сложности, но тем не менее. Однако не сходит в дистанции и продолжает набирать качество подготовки в соревновательных километрах, потому что это, безусловно, даже если просто пройти эту многодневку, безусловно, она сыграет роль при выкатке к чемпионату мира, который пройдет во второй половине февраля на знаменитых трассах Фалуна. И с точки зрения методической в видах спорта на выносливость всегда многодневные соревнования, недовоставления. Все это очень важно, все это очень полезно. Ушел на дистанцию 23-летний Томас Вик из команды Германии. Пока в крупнейших турнирах за исключением чемпионатов среди юниоров он участия не принимал. И следом за ним югорский спортсмен Сергей Турышев входит в створ. Турышев. В принципе был в очках несколько раз уже в нынешнем сезоне и набирал эти очки благополучно и даже в спринте коньковым ходом, не являющейся дисциплиной, которая не является в полной мере его профилирующей. Уходит на дистанцию он, следом Епаров. Нет, Епарова мы сегодня ждем какой-то определенной контратаки. Обладатель серебряной медали Сочи в эстафете. Отличный классист. Представитель Удмуртской школы лыжных гонок. В принципе сегодня все, конечно, должно быть хорошо и со скольжением, и с держанием к такому снегу. В особенности в ранней группе все должны были подготовить очень здорово. Сервисеры, дай бог бы мне не ошибиться. Расклады перед стартом. Ну, в принципе, на тур-дески не так часто встречается этот вид программы, а конкретно только два раза. И второй раз, собственно говоря, в январе 2010 года Дани Рикардсон первенствовал тогда, опередив Лукаша Бауэра. И Петер Нуртук замкнул тройку сильнейших. Ну, что касается Дани, то он, естественно, известный специалист этого вида программы. Лукаш пятнашку классикой вообще бегает чуть ли не лучше, чем все, что есть у него в карьере. Ну, а нет, а второй раз был в январе же забег здесь. И Петер Нуртук показал, что некогда нелюбимый вид его программы становится для него сильным еще и в рамках многодневки тоже. Далее отправился на дистанцию после связки епаров с Кобелев Дэйвен Кэршоу. Кэршоу, который второй год подряд все-таки не оправдывает все возложенные на него надежды. В более-менее аналогичном виде в Сочи он был только 35-м. И это совсем не то, что программировалось, надо сказать. Иван Бабиков тоже пока в поисках себя. В прошлом году закончил лишь 40-м Кубок мира. Это предолимпийский сезон он провел на 20-й позиции на тур-дески. Классно выступал, пробиваясь в десятку сильнейших. В предыдущий раз тоже достойно выступил. Он хороший многодневщик и хороший универсал. 15-е место занял. Но как-то вот конкретно сочинский февраль оказался для него не самым удачным. Хотя элитную тридцатку экс-россиянин покорял регулярно. Мартин Якш, представитель сборной Чехии. Номер два, три. Вот в зависимости от своей команды. Как складывается сезон, как складывается конъюнктура. Здесь все по-разному. Стартовал резво. Пролог был хороший. Далее как-то немножко затерялся. Ну, смотрим. Отметка 2,1 километра в центре внимания режиссеров этой трансляции. И мы видим, что Бауман слегка лишь опередил Цинцова. Ну и вы видите, что творится. Зеленка вокруг, причем такая свежая и веселая. На самой трассе снег в основном привозной или настреленный. Причем база очень солидная. База больше, чем в Аберсдорфе. Но там Аберсдорфу можно только посочувствовать. Просто потому, что там очень были долго плюсовые температуры. И произвести достаточное количество искусственного снега не представлялось возможным. Здесь долина достаточно тенистая и много леса. И за счет этого может работать и снегоделательная аппаратура. Ну и кроме того, это все-таки хлеб на самом деле. Потому что и Доломитий Нордикский это тоже очень важная часть общего бизнеса. Андерсон еще чуть-чуть быстрее Баумана. И тут мы тоже не особенно готовы удивляться. Потому что, в принципе, это его стихия. Это его вид программы. Ну и этот тягунок, он проходит очень даже здорово, очень даже уверенно. Стартовый протокол пока временно не включает никаких суперзвезд. И поэтому показывает нам, для того, чтобы повысить интерес немецких спонсоров к этим состязаниям, очевидно, Лукаса Бергля. Ждем группу сильнейших на старте. И начинаем постепенно поглядывать на то, что там происходит по дистанции на различных отсечках. Нет, почему-то закрывается окошко. Лайвовая, само собой. Так, смотрим. Но эта связка российских спортсменов должна выдать результаты. В особенности, надеемся, на Епарова. Смотрим. Турышев не в столь уж солидном отставании от Андерсона. И, в принципе, Швед хороший ориентир. Учитывая его техничность. Но вы видите, и так, вооруженным глазом, что часть из полуминутного интервала, который был на финише, Епаров уже отыграл на разгоне. Идет примерно в график Андерсона. И чуть-чуть даже побыстрее. В лыжне оставаясь. Три секунды преимущества российского спортсмена. Достаточно предсказуемого преимущества. Ждем сегодня, безусловно, интересных каких-то секунд от Максима Валикжанина. Ну, а пока снова стартовый городок. Фюргер. Тут были разговоры, ну, вообще, вокруг швейцарского этапа хватало разнообразных разговоров. И, в частности, таких, что модификация великовата. Что все-таки спринтеры... Получается так, что не спринтеры, а дистанционщицы, например, в женских гонках набрали много. И они оказались в привилегированном положении относительно тех, которые все-таки спринт не жалуют. Ну, читай в скобках, что не хватает напряженности борьбы, не хватает равенства. Изначальных шансов для Терезы Йохау, которая все-таки в чистом спринте так не всегда, как следует, ориентируется. И то, что она не дотянула даже до финальной стадии, это говорит о... Ханес Дослер. Еще одна долговременная молодая надежда сборной Германии. Который в этом году, в принципе, неплохо выступил в преследовании, заняв 21 место на втором этапе. И после него уходит на дистанцию Карл Тамьярф. Представитель Тартусского клуба. Арены знаменитых марафонов. Тамьярф, который в этом году пока не зацепил никаких кубковых очков. Следом за ним Морис Манифика. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи. Вместе с своей командой. Ну и вообще человек достаточно хорошо известный. Начиная с того времени, когда в 2009-м отметился на Андерском чемпионате победой у себя на родине. В прошлом году были победы на этапах Кубка мира. Позапрошлом тоже случалось. Там в Кенмаре все-таки там был неполный кворум. А в Давосе-то очень серьезная была кампания на тридцатке коньком в прошлом году. В этом году Манифика немножко не доходит до своих рубежей начала нынешнего десятилетия. Но в десятку было уже несколько попаданий. Поэтому в целом, в общем, растет потихоньку. На полигрино вы видите надета черная майка лучшего спринтерском зачете. Многодневной гонки. Ну а лидерская майка красная сегодня будет на плечах у Петера Нуртуга. Мазгрейв. Сильный спринтер. Но чуть-чуть не дотянул все-таки до своих показателей на предыдущем этапе. Уходит на дистанцию один из двух британцев, участников турдески. Но это уже довольно серьезно Крис Андре и Эсперсен. Пятерка сильнейших общего зачета Кубка Мира был в прошлом году. И замкнул тройку сильнейших в этой многодневке в ее прошлой версии. Очень мощно идя в гору. И, в общем-то, норвежский действительно был турдеский прошлый. Если резюмировать, Тони Ливерс отправляется на дистанцию. В принципе, вот в количественном отношении, конечно, подросла сборная Швейцарии за последние годы. И в числе спринтеров у них есть интересные такие претенденты. Так, смотрим. Епаровский результат. Комфортно держится первым. Естественно, тут особо мы и не удивляемся. Но быстро очень начинает Морис Манифика. Сейчас он подойдет. Там буквально ему полкилометра осталось. До этой отсечки. Надо, очевидно, все-таки перепрограммировать. Не самый разгонщик взять, а дающий большую информацию. На рубеж 2,1 километра. Или нет. Сначала 1,7. Потом 2,1. И пятерка. Пускай будет там еще всего ничего. Народу побывало. И пока там бауманский результат является лучшим. Триджер как-то вот совсем укатал себя в предварительной фазе. Насколько классная у него была квалификация в спринте. А потом как-то все спускалось, спускалось, спускалось. И сейчас Берни не может особенно похвастать своим выступлением в Альмюстере. Где он был вне предела финала, это, конечно, немножко не его. Дотслер тоже не дотягивается до Епарова. Причем Епаров не то, чтобы ураганный какой-то стартер. Ну где же, где же грозный Мурис Манифика. Мощно ушейший на дистанции. Акустика такая в этом лесу. Да, это характерно на самом деле. Вот эти высокие сосны, они... И долина сама такая звучная. Да и плюс к этому так особо народу-то нет, если честно. В основном все в горах. И не торопятся. Используют свои каникулы по максимуму. Уменьшается преимущество Манифика. Манифика сорвался со старта. С такой запредельной страстью. И посмотрите, Као, он идет. Вот за счет этого еще быстрый старт. Он идет-то на коньковых лыжах. Он идет на парафине. Исключительно у него нет колодки. Что касается этого круга, наверное, все-таки в связи с этим есть смысл с техническими данными познакомиться. На каждом из кругов перепад высот, извините, 60 метров. И общий подъем под 400. Но, тем не менее, Манифика имеет хорошо накачанную спину и руки, очевидно. То есть это очевидно, это видно невооруженным глазом. И очевидно, как предположение тоже. Александр Бессмертных, 28-летний, хороший мастер классики, который в руки сумел войти в шестерку сильнейших, набрать свои первые солидные кубковые очки. Потом немножко сбавил. Но главное, разумеется, чемпионат мира, как и всегда. Мазгрейв. Неплохой разбег у Мазгрейва. И та же самая история. Да нет. Все-таки нет. В данном случае он просто силовом стиле проходит. А так у него вроде классический инвентарь. Дальше смотрим по стартовому протоколу. И вот под 40-м номером как раз сегодня постарается, будучи, конечно, все-таки хорошо выраженным конкистом, Илья Черноусов. Классикой пройти тоже достойно. В принципе, вот посмотрим дальше, как идет восстановление. У Есперсона прям вот негритянский загар. Просидел на больших высотах. И обгорел на трех тысячах. Будь здоров, как естественно. Нет, он отнюдь не валялся. Овощем по два месяца на пляжах каких-то вот сейчас. Быстрое начало у Есперсона. Есперсона начинает давить с каждым днем все сильнее и сильнее. А что здесь было со стартом Пеллегрино? Обладателем второго успеха в своей кубковой карьере. Так одношажным коньковым отталкивался. Когда камера вошла, такое ощущение, что его предупредили. Больше этого делать не надо. И он встал в лыжню. Это просто совпадение на самом деле. Пару-тройку коньковых шагов не вызывает никаких возражений со стороны судейского комитета. А вот дальше так Епаров. Отметка 6,7. Он тут наращивает и наращивает свое преимущество. В этом ярко выражено его в виде программы. Да, в общем и целом, конечно, у мужского состава. Хоть здесь и не достает главного многодневщика страны Александра Легкова. Дела идут неплохо, выступают внушительно. Показалось даже, что швед обломил немножко корзинку палки. Но эту лапку, но это не так. Ну вот еще человек, который должен, в принципе, на этой дистанции себя показать, потому что это его стихия изначально. Ну и что же, в итоге Рёнинг выбирает чуть-чуть подлиннее, да? Классические палки. Нет, все-таки чуть покороче. И Черноусов. Бронзовый призер Олимпийского марафона. Это считается его визитной карточкой, его лучшим достижением. Девять раз на подиумах этапов Кубка мира. И обратите внимание, что еще интересно. Вот в этой информации теперь общей дают еще и твит-эккаунт спортсмена. Для того, чтобы последить, далеко не все уделяют твиттеру большое внимание. Но в целом, при нынешнем дефиците времени, при огромном стрессе повседневного существования, действительно, очень-очень многие черпают свои представления о том, что за личность из твитов спортсмена или какой-то другой публичной фигуры. получается на самом деле не всегда. Это информативно оправдано и правильно, но, по крайней мере, некая иллюзия, некое представление о той или иной личности все-таки генерируется. Ну, а так вообще познавать людей надо неторопливо, конечно. Свейн против своего товарища по команде на этой отсечке. И здесь тоже понятно, что класс Есперсона, как богодневщика, гораздо выше. Ну, и уже на следующем круге находится «Россиянин». Засечки здесь нам не дают. Да, что там дальше в развитии? На пятерке у Епарова первый результат у Скобелева второй, у Турышева третий. Из тех, кто туда добрался, проигрывают всем троим россиянам и Якши, Кершоу, и Андерсон. Вообще под полминуты хватает. Как-то не очень задалась эта гонка на первом круге у Бабикова. Ну, и сейчас, вы видите, Кершоу пытается на втором круге как-то худо-бедно включиться по работам с бессмертных, который хороший ориентир. Берут его заранее здесь, ставят его секунды, но все, возможно, растаять не успеют. Очень хорошо продавливает он лыжи, очень хорошо держит колодка. Мощнее, чем его соседи. Заходит в гору. Ну, и вы видите, как отчаянно тарабанит, пытаясь все-таки выдержать темп швейцарец Кезер, которого уже на разгоне бессмертных съел на полминуты. И Максим Валикжанин. Максим Валикжанин, являющийся классистом Божьей милостью, обладателем отличной техники и умеющий, кроме того, это гонщик распределиться как надо по дистанции. И, в общем, от Макса мы ждем здесь хорошего продвижения по турнирной лестнице. Напоминаем, на данный момент в генеральной классификации этого турдески Валикжанин находится на пятнадцатом месте и проигрывает минуту тридцать. Но перед ним есть люди, которых он может здесь выбирать. Да хоть бы и к Хельнер, по идее. Сейчас наступила пара стартов в красной группе нескольких шведов. Сначала ушел Эмиль Йонсен на дистанцию. И Йонсен, естественно, он может мощно пройти первую половину, первую четверть, наверное, даже скорее. А потом... Потом осядет. Как и всегда, это бывает с той или иной степенью безнадежности. И Хельнер, по большому счету, тоже не мега-фаворит. И, будучи поблизости в двух секундах в генерале от Максима Валикжанина, он тоже досягаем. Вообще интересно, что, в принципе, в пятнадцати секундах от Максима позиции вплоть до восьмой. Поэтому тут за него держим кулаки и надеемся на хорошую продвижку. Ну, а Пелегрино, кто бы сомневался в том, что это должно было произойти. Сколько поймал так. Эльдар Рюнин, четырехкратный чемпион мира. Изначально узкоспециализированный классик, но подтянувший свой конек, сделавшийся универсалом. Очень ершистый, очень эмоциональный гонщик. Несколько раз на нерве заявлявший о том, что карьера исчерпана и нечего уже брать. И пора уходить, но по-прежнему он с нами, по большому счету, он не такой уж прямо мега-ветеран. Морис Манифика на отметке 6,7 километра по-прежнему работает бесшажным. Даже одношажный ход на чистом парафине. Вы сами понимаете, какая задача. И по идее хочется ножкой там мотнуть, а нельзя, ничего не получится. Вы видите, что идет очень мощно. И в принципе мы видели неоднократно, как на Марчалонге каким-то образом одной спиной ухитряются выехать на такой крутяк. Но это люди с ой-ой-ой какими физическими возможностями. Низ КНН первую свою победу одержал на нынешнем сезоне. В олимпийском спринте добился наибольшего результата в своей карьере. В олимпийском командном спринте. Поэтому на данный момент уже в дополнительных каких-то представлениях не нуждается. Отслеживают, естественно, и известного всем многодневщика. И известного очень классика из Казахстана. Хотя в то же время и неоднократно говорилось о том, что он и универсал. Полторанин. Растянут как следует. Хорошо размялся, хорошо разогрелся. И ничто не упускает, никаких деталей в своей подготовке. Итальянской новой сборной надо обкататься, конечно, еще одно олимпийское четырехлетие. И найти себя. Так, старт Валикжанина опять мягкий. Но это в этом сезоне стало вообще такой традицией без вариантов. По-моему, за исключением самой первой гонкой. Которой гонкой, которой он как раз был разочарован. Потому что в руки он очень резво взял. И для многих стал ориентиром. Ну и сориентировались по нему. А он под конец как-то не очень здорово проехал. И после этого он идет с оглядкой. И очень здорово добавляет на второй половине. Поэтому дефицит в 5-6 секунд. Тем более, если учесть, что ориентиры серьезные. Ну и Паров довел дело до промежуточно-победного конца. Понимаем, конечно, что поскольку по нему весь народ идет, удержаться будет не так просто. Скобелев держался в пределах 10 секунд от лидера команды в этой группе, в первой группе стартующих. Ну и в результате, вы видите, добавил, как и полагается, человеку, которого вели все-таки по графику. Но остался вторым. Остался вторым. Отыграв половину примерно отставания с последней отсечки за 3 километра до финишной черты. Хельнер постреливает слегка и теряет больше, чем можно было ожидать, честно говоря. Потом в коньке придется попотеть. Ситуация менялась немножко. Дани Рикардсон очень неплохо начал. Но потом, как-то вот с этой отсечки начиная, стал отставать, отставать. Ждем его сейчас на пятерке. Хельнер. Ну, здесь пока еще все близко. Но в то же время отдавать по 15 секунд, как, допустим, это делала Кристина Шмигуна, потом отыгрывала. Здесь уже нельзя так. 7 побед на этапах Кубка мира. Двукратный призер чемпионатов мира Алексей Полторанин и известный универсал Унагаднефчик. Рёнинг. Третья позиция. 6,6 секунды. Всего-навсего отставание. И это тоже такая достаточно хищная позиция. Сбрасывать со счетов норвежцы мы ни в коем случае не будем. И Сунду. Сунду, который сумел очень-очень многое важное преодолеть. Потому что, конечно, после такого мега успешного сезона, который он провел в прошлом году, хотелось заслуженно расслабиться в межсезонье. Хотелось не так себя мучить в предподготовке. Но он не дал себе возможности это сделать, потому что понимал, что организм сейчас звенит, как натянутая струна. И этим нужно пользоваться, пока это работает. А там, ну, очень далекий и долгий путь он преодолел еще все-таки к этим вершинам. Это тоже нужно учесть, что рост его был все-таки постепенным. Дарио Колони. Трехкратный чемпион этого турнира. В прошлый раз не доехавший ради Олимпиады. И чем это закончилось? Это закончилось двумя золотыми медалями. В скетлоне в первый же день он взял быка за рога, а затем еще на своей любимой пятнашке классикой повторил это достижение. И, конечно же, Дарио мы рассматриваем в качестве фаворита этого вида, в качестве претендента на то, чтобы значительно продвинуться по турниру. Халварсон отправился на дистанцию. И как-то, согласитесь, не очень привычно видеть разбивающим и аутсайдером Джорджо Ди Ченту. Ди Ченту, который вряд ли уж преодолеет весь этот олимпийский цикл и доберется до Кореи. Времена Де Дзольта, который бегал успешно и результативно до 50. Все-таки ушли. На какое-то время, по крайней мере, все ждут еще одного феномена, вроде ныряки, касаясь на лыжных гонках. Только Хави и его достижения. Ну что ж, он один держит сборную Канады по результатам на плаву на протяжении уже второго сезона. Ну и вы видите, что лучшее скольжение за пределами лыжни. И тут верно подметил глазастый Владимир. Отметка 6,7. Бессмертных здесь сохраняет видерство, но я не сказал бы, что подавляющее преимущество. И в развитии здесь особо нет. Ничего, потому что он вез Епарву даже больше на разгоне. И вот Евгений Белов. Надежда у нас на то, что отличный эстафетчик и отличный универсал сумеет хорошо. Прежде всего нам ценно бы, чтобы он хорошо прошел вот тот убийственный этап, который будет все завершать. Ну а Петер Нуртук чувствует запах возможной победы в общем зачете. Он идет без провалов. Нынешний тур дески. Он построил сезон так, чтобы выйти на этот первый пик, а не только готовиться к чемпионату мира. Непокоряющаяся вершина его раззадоривает, мотивирует. Ну и кроме того, сильный товарищ по команде тоже является такой вдохновляющей припоной. Кали Халварсон. Его достижения в экспресс формате. И вы видите, что в общем-то пока у него еще все впереди, по большому счету. Если сравнивать его пиковые достижения с достижениями Петера Нуртуга. Бюрхаук. В принципе, должен был быть побыстрее по прогнозам. Но сейчас может быть в этой связке, в этом импровизированном спарринге, характерном для раздельного старта. Вместе со Свейном он сумеет набрать темп повыше и вкатиться, и вработаться. Но Рикардсон, вот вы видите, тоже пошел на науокс. Тоже пошел исключительно на скольжении. Здесь мало стенок, здесь тягуны. Но тягуны достаточно продолжительные. И, конечно, нужно иметь ого-го, какой плечевой пояс, ого-го, какую спину, для того, чтобы со всем этим справляться. И он бежит очень достойно. Да, уступая только Бессмертных, вклиниваясь между двумя россиянами и Сумбю на старте. Но у него все в порядке. С обычным, с традиционным классическим монументарем, как вы видите. А вот и Полторанин. Тоже работающий исключительно на силе, работающий вне лыжни. К тому же еще. Ну и, соответственно, на спусках, которые почему-то не попадают в кадр, у него явное преимущество и в маневренности, и в скорости тоже. Финиш Манифика 4 секунды уступил всего-навсего бесшарный француз. Одному из лидеров в классике российской команды. И в целом такой технико-методический эксперимент оказался вполне оправданный. Вот он, великий и ужасный, простите за этот штамп, который навеки вечный, наверное, повис на Нуртуге точно так же, как и... Вот обратите внимание на оригинальный его ник в инстаграме. Не каждый найдет вот так вот интуитивным образом. Ну что ж, как финишный навал получается у Есперсена. Он Епарова потихоньку накатывал, накатывал, накатывал и, похоже, все-таки успел накатить. Но все решается в рамках секунды двух буквально в пользу норвежца. Три и одна десятая секунды еще за два с половиной километра до финиша. Рикардсон был... Прошу прощения, Есперсон был в опасной близости. Выложился точно так же, как и лидер команды по-нуртуговски. Белов начинает аккуратно, довольно-таки, но отнюдь мы не предполагаем, что заработавший свою репутацию, вы помните, многочисленными своими подиумами андеровских чемпионатов и юниорских тоже, спортсмен из Тюменской области не отдает, мне кажется, инициативу здесь и должно у него здесь получиться в результате развития все интересно. Есть надежда на это. Естественно, идеология в основном все-таки в этой гонке и стратегия доминирует обычная, нормальная, классическая и переменными ходами, в любом случае физиологически, это более щадящая работа с точки зрения того, как это может аукнуться на оставшихся этапах тур-дески. Лучше бы все-таки думать, мыслить категориями всей многодневки. Халварсон, неплохой разгон относительно бессмертных. Бессмертных, который поменялся на финише местами с Есперсеном. Есперсон таким образом отыграл у него добрыш 12 секунд на подъезде к финишу. Ну и очевидно, вот в основном такая силовая работа ему помогла. И также очень хорошо готовый с короткой колодкой лыжи на скольжении. Рёнинг на разгоне. Везде проигрывал российскому спортсмену. И здесь уступает тоже, но разрыв уменьшается. Все норвежцы построили свою тактику по этой гонке с акцентом на финиш. Чуть-чуть такой деревянный, не правда ли, относительно своей былой работы Рёнинга. Такое ощущение, что все-таки акцент на коньке тут тоже сказывается. Он был пластичнее в классике, подлиннее все было у него. Сунду. В принципе, тоже все с оглядкой, как и у Белова. И не случайно они соседи сейчас по промежуточному протоколу. Нурту как начнет, должен начинать тоже аккуратно. Должен начинать не так, как начинал ошибочно в своих первых разделках, которые категорически у него не получались. И помните наставление старших товарищей по сборной. Такое ощущение, да, что в самом деле он сейчас чуть-чуть не дорабатывает для того, чтобы второй круг пролимонить чисто по-нуртуговски. Ну где же секундомер-то? Вот он, да. Подтверждается визуальное впечатление. Нуртук идет не на максимуме. В том виде, который некогда был его бичом. Ему в принципе скучно выступать было всегда вот так вот одиночкой в лесу. Да плюс еще и классика. И нет ориентиров, на которых можно... Именно для него важен этот психологический контакт, психологический конфликт. Это все всем хорошо известно. Хельмес, это, конечно, его подтянул в этом плане психологически точно. Кстати, так, финиш бессмертных. Так, ну что ж такое, а, 80-х не в пользу его в поединке с Есперсоном. Все было в руках. Так все было близко. Возможен был подиум, но тут никаких вопросов к тому, что россиянин, конечно, очень здорово потратился. Запаса не было. Рухнуть на снег немножко не его стиль. А так он имел для этого полное право. Низканен. Давайте его не сбрасывать со счетов. Очень мудро идет лидер молодежной классификации Турдески. И насчет психологов. Тут большая была статья в Афтенпостен про Марин Бьорген, что она... Ну, то есть там подборка материалов. И один из этих материалов был о том, что Марин Бьорген каждый день получает по нескольку сообщения от своего психолога в рамках Турдески. Отметка 2 и 1 десятая. Здесь побывали уже все. И пока результат Бессмертных лучший. Ну что ж, как бы все не закончилось для Бессмертных, отметим, что и опыт его, увеличившийся все-таки здесь значительно. А Турдески это была всегда одна из тех гонок, которые его вкатывало. Куда он приезжал просто осмотреться, поготовиться. И очень правильное решение стратегическое. Что, в общем-то, не имея победных амбиций. Но он сюда приезжал с благословения, разумеется, руководства сборной. Рикард-сан. Как летели его лыжи здесь. А как правильно все-таки было это решение. Очень многое зависит, конечно, здесь от сервис-группы. Очень многое зависит от структуры. И Пюре, и Фишер с этим справился в полной мере. Рикард-сан, будучи все-таки бесшажным, одношажным классиком. Он очень высокий, он очень сильный в плечевом поясе и вместе с тем не особенно тяжелый. Лишние килограммы мышечной массы не приходится затаскивать в гору. Мощность удельная у него, ого-го, какая. Даня Рикардсен в своем виде изначальном программы делает серьезную заявку. Дюрхаук не впечатляет, если честно. Но, в принципе, плотность результатов очень высокая. Да и это полуспринт, в конце концов. 10 километров для мужчин. Очень стремительная дистанция, поэтому каких-то пропастей между сильнейшими и аутсайдерами мы здесь не ожидали. Полторанин продолжает работать тоже исключительно на спине. И обратите внимание на короткое отталкивание. Разумеется, в этой ситуации нужно тоже правильно подбирать палки. Они, естественно, не коньковой длины, но при этом нужно найти верный баланс между равнинными кусками и кусками в гору. Насколько вертикально ставит гонщик палки, когда преодолевает подъем. Исключительно из-за того, что частота движения меньше, чем в переменном ходе, кажется, что спортсмен идет как бы лениво. Но это абсолютно неправильное ощущение, потому что тут надо просто смотреть на то, как мелькают мимо него деревья, как идут другие классики, которые идут обычным образом. Идут переменными или одношажными ходами. Ну и колония, как вы видите, уже накатил чувствующего себя не очень уверенно шведа. Тот пытается зацепиться и какое-то время под спорьем ему будет это... Ай, стоп, это не швед, это Кэрп, который стартовал на полминуты раньше. Ну, Альго Кэрп тоже не пешеход, мягко говоря, в классическом ходе, поэтому это сигнализирует о том, что колония в нормальном темпе все преодолевает. Три секунды его преимущество. Колония идет нормальной классикой на нормальном классическом инвентаре и, вы видите, тоже не уступает. Но все решает все-таки финальный отрезок. Финальный отрезок, который очень быстр и который дает вот этим ноу-вокс лыжам. Лыжам ощутимое преимущество. Велик Жанин приближается к финишу, постаравшись сделать яркий акцент на второй половине гонки. Он прибавлял и прибавлял, и к середине дистанции у него вырисовывались очень интересные секунды. Но сегодня он не на подиуме данного этапа, как вы видите. Прошел так процентов 80 своего максимума не по затратам физическим, нет, по результату перспективному. 19 секунд хватает он. Нигде было все немножко не так. Ясно только ему, его сервис-группе и его тренером. Хотелось бы большего, конечно. Некое разочарование в этом есть. Алла идет в нормальном ритме, в посильном и без надрыва. И весьма возможно, сфокусировавшись на перспективе завтрашнего преследования, ну и, конечно, финальной горы. О подиуме тут мечтать не приходится. Важно все-таки максимум из того, что дано. Выжать смотрим Белова. Белов сохранил ритм. И вот он сейчас подбирается к графику бессмертных. Очень все хорошо пока. Но вот тот коварный спуск и равнинка на стадионе. Пока здорово. Пока Белов только лишь движется вперед. На отметке 5 километров вторая отсечка располагается. И там график Халварсона был быстрейшим после прохождения спуска. И это как раз вот говорит о том. Халварсон и Полторанин несколько выступали на разгоне. Потом отыгрывали на спуске и на равнине. Однажды на первом круге это уже произошло с ними. Если произойдет и на втором круге, в таком случае перехват лидерства практически гарантирован. Эльдар Рёнинг. Тоже хороший акцент на финиш. Он подвигает Есперсона, но все равно уступает идеально скользившему Ричардсону. Халварсон идет по Белову. Идет практически вровень. Чуть-чуть отступает. Но у Кали все в порядке. У обычного классиста Халварсона в данной ситуации. На середине дистанции у него было преимущество над Сунбю. Порядка 4 секунд. Над Беловым 3,5 секунды. Белов очень акцентированно пошел вторую половину дистанции. И пока у него получается. Пока из серьезных претендентов на генерал он продвигается очень ощутимо. Дефицит в секундах, правда, приличный был. Из-за просадки на одном этапе, к сожалению. А конкретно на втором. Но здесь все становится все лучше и лучше. И, в принципе, Халварсон для него досягаем. По чистому времени. Лидерство у Белова превосходит бессмертных на 5 секунд. Пошел раскатываться на финиш. Все получается здесь. Сунбю тоже все ближе и ближе. И тоже у него второй круг получается значительно лучше первого. Как все быстро меняется здесь, в этой компактной разделке. Сунбю примерно одинаково выглядит с Беловым. Сейчас по дистанции Нуртук. Вот что интересно, сумеет ли он раскачегариться. Потому что как-то полусонно он все-таки пошел первую половину. И полностью отыграть, мне кажется, все же у него перспективы нет. Несмотря на то, что он сумел научиться заводиться исключительно по командам тех, кто расставлен по отсечкам. Не всегда это срабатывает. Нисканен. Лучшая гонка на турдеске в этом году однозначно. И третья позиция. Какая напряженная гонка. Какие небольшие просветы. Халварсен. Практически в ноль с Беловым. Все будут решать какие-то десятки с точки зрения того, чтобы отметиться на этапе. Конечно, симпатично было бы забраться на подиум сегодня кому-нибудь из россиян. И вот Нуртук. Нуртук пошел значительно быстрее второй круг. Но значительно быстрее первого, но незначительно быстрее соперника. В тринадцатой позиции почти 20 секунд дефицита. Вряд ли это возможно отыграть за оставшиеся 3 километра и 300 метров. Может быть, учитывая специализацию Нуртуга и учитывая физические возможности, может, ему в самом деле нужно было бежать исключительно на парафине. Рикардсон рискнул, и это оправдалось. Сюнбе отметка следующая. Очень большая угроза от него Белову. И Халвардсан, и Сунбе идут практически в ровный график. И, естественно, Белову нужно финишировать, я не знаю, за двоих. Все пока хорошо. В любом случае, если не будет даже подиума, то будет очень достойный результат. Белов объективно лучший сегодня и по восстановлению, и в данном конкретном виде. Но и в целом, вся сборная выступает очень ровно. В перспективе набирая кубковые очки, пусть и уполовиненные, если брать отдельный этап. Очень важная отметка, на которой два россиянина претендовали на призовой подиум, но бессмертных воспользовались его графиком и его оттеснили, вы уже знаете. Ну, вы видите, даже те люди, кто не попадал в кадр долгое время, Черноусов и Волженцев тоже забегают в элитную тридцатку. В этой гонке все очень даже классно и очень даже впечатляет. И полторанин, смотрите, что выдал полторанин на последнем круге. Как будто даже секундомер сломался, используя точно такой же инвентарь, что и Дани Рикардсан. Казахстанец привез 20 секунд ближайшему преследователю, и это, конечно, кинжальная контратака в общем зачете. Да, восстановиться после такого навала. Вы видите, что это значит. Свистящее дыхание. Сердцу не подарок все это было, конечно. Колония как-то немножко затерялся. В промежуточном протоколе я тоже зря, потому что натиск у них получился ого-го какой. И просто все близко было, поэтому их немножко потеряли. С их дефицитом в 10 и чуть более секунд. А это можно очень значительно отыграть, но полторанин на колонии не накатывает. Да, на спусках колонии, конечно, колодка со смазкой заслужила не самую хорошую службу. И полторанин здесь был более прав в плане тактики. Отметка 7 и 1, я смотрю. Белов, Халварсон, Сунбю так и оставались. На тех же самых просветах, на тех же несчастных двух секундах. Ждем Евгения первого в этой связке, первого в этой группе. Никто, кроме этих двух, не может подвинуть. Результат полторанина был в 10 секундах перед последней трешкой. В 10 секундах от графика Белова. Но жесткая, скользкая лыжня в долину. По долине, собственно говоря. Она вполне оправдала его ставку. Хави финиширует. Не был в пределах десятки. И, скорее всего, по итогам этой гонки в этих пределах и не появится. Потерял, потерял на этом куске много. Относительно своего предыдущего по отсечке отставания. Полторанин был невероятно маневренен, помимо всего прочего. Но и лыжи были на скольжение просто идеально готовы. Попадание стопроцентное и по структуре, и по парафину, и по ускорителям. Финиш Белова. И смотрите, сколько же отыграл у него Полторанин. Не успевает Белов перехватить инициативу. И финиширует всего в полусекунде. Вторым за казахстанцем. Обидно для него. Жаждал он сегодня кубковой победы. Были шансы. Эх. 11 секунд потерялись на этом спуске. Техническая хитрость в хорошем спортивном смысле этого слова приносит казахстанцу очень вероятную победу. Смотрим дальше. Смотрим развязку. Халварсон. И тоже не успевает. И тоже не превосходит казахстанца. Лучше бы посмотрел на своего товарища по команде Рикардсона. Но это всегда риск. Когда ты думаешь о генеральной классификации, а не о отдельной гонке. И Халварсон уступил и Белову тоже изначительно. И по большому счету видно было, как он прокатывал. Видно было, что на подтаявшем лыжи у него не летели. Сдерживали его порыв. Но теперь, если то же самое произойдет с Сумбю, то Белова можно будет поздравить с этим прорывом. Полторанина, мне кажется, не возьмут. Не дотянутся до него. Он как будто с ноля стартовал. Ну вот он. Опасный Сумбю. Нет, нет, нет. Не получится. Уроженец Лениногорска празднует свою заслуженную победу здесь. Никакие Нуртуги тут уже тоже ему испортить настроение не может. Не могут. Ну что ж, все только молча разводят руками и аплодируют наследнику славы Смирнова. В первую очередь, конечно же. Не может до конца понять, что произошло. Вроде все было так хорошо у Сумбю. Вроде бы все было все ближе и ближе. А в итоге третий. Уступая и Белову тоже. Белов удержал свой ускользавший просвет. Это, конечно, потрясающе здорово. Ну а вот и Нуртук слегка оживились на трибунах. Нуртук очень жестко атаковал на спусках. Смотрите, подтянулся к Волженцеву. Но, учитывая, что он не съел Волженцева, не отыграл полминуты. Говорит о том, что он уже не призового уровня был. Ну и он более-менее удержал тот просвет, что у него и был. Дальше проигрывать не стал. Однако 22 секунды у него отыграны в общем зачете. И ситуация сейчас начинает меняться в генеральной классификации. Сумбю его не достает. Но оказывается уже в опасной близости. В районе 10 секунд отставания. Учем еще и бонусы за призовые места. Не будем заниматься арифметикой. И не успеем, к сожалению, позаниматься арифметикой, поскольку уже стучится в двери биатлон. Ну что ж, сегодня можем сказать так. Были некоторые разочарования. В частности, Дарьо Колонья составил в плане разочарования компанию Петеру Нуртугу. Были и радости для казахстанских и российских, в особенности болельщиков спорта. Сегодня на пиде стали этапа полторанин и белов. Сумбю показывает себя идеальным многодневщиком, в чем мы и убедились уже в прошлом сезоне. А такое, когда уже человек это качество набирает, такое, как правило, не уходит. Если каких-то известных всем хитростей нет, которые выстреливают только этот сезон, а потом не получится, то такие люди приходят надолго. Поразительное количество российских флагов. Вся сборная попала в тридцатку сильнейших, вы видите. Но это наш вид. Что ж тут удивляться-то особо. Нет, Ларьков не попал в тридцатку, только вы видите. Ну что ж, это была гонка поразительная, подтверждающая то, что может быть чрезвычайно интересно все и с раздельным стартом в лыжных гонках, и не обязательно только контактные виды разыгрывать. Естественно, любопытно было бы, чтобы спортсмены поделились с нами впечатлениями. Но тут, в общем, как бы костяк этой гонки и ее внутренние моторы, они все понятны, они все очевидны. Ставка на инновационный, скажем так, инвентарь оправдалась в полной мере. Рейхема только на 63-й позиции. Это неожиданность, скорее, со знаком минус. И вот такая компактность эстонцев, которые всегда были хороши в классике. Несколько разочаровала в данной гонке. Ну а впереди оберховские баталии биатлонистов. Снежок, слава богу, подсыпал, но здесь отнюдь не зимняя сказка. Зимняя фантасмагория, учитывая освещение. Я имею в виду всего вам самого доброго. И смотрите зимний спорт дальше вместе с Евроспортом.